Управление архитектуры и градостроительства города прокомментировало ситуацию с запретными зонами, появившимся ещё в 1989 году вблизи завода «Пластмасс». Строить что-либо на них запретили ради безопасности копейчан, а через годы предприятие из-за простоя всё же разрешило строительство. Так, там появились жилые дома, торговые комплексы, заправочные станции и другое. Но ещё через время всё снова поменялось, и владельцы участков столкнулись с проблемой. Они не могут их продать и построить на них строение. А до недавнего времени под запретом была и реконструкция. На сессии, которая у нас была в прошлую среду, администрация вышла с вопросом о внесении изменений в градостроительные регламенты для зоны ИН-1. Вот те изменения, которые администрация всё-таки вышла с этим вопросом на собрание депутатов, и депутаты поддержали единогласно данные изменения, сейчас у правообладателей объектов появится возможность проводить реконструкцию своих объектов. Реконструировать можно как частные дома, так и нежилые объекты. Строительство остаётся под запретом. Отметим, что на данный момент сведений об особых условиях в Росреестре нет. Вносить информацию о запретных зонах в единый реестр недвижимости может только завод. Завод разработал именно межевые планы по установлению этих границ. Они направлены в Министерство промышленности Российской Федерации, потому что здесь уже только они могут принять такое решение. Когда эти сведения будут внесены в ЕГРН, тут уже любой желающий, зайдя на публичную кадастровую карту, соответственно, увидит, что вот эта территория, на неё наложены ограничения. Перечень ограничений точно так же высветится, что нужно, что нельзя. По словам начальника управления архитектуры и градостроительства, администрация продолжит обращаться к заводу и просить уменьшения запретной зоны. Продолжение следует...